Благодарю вас. Мы будем принимать заключительные замечания и должным образом проанализируем ваши ответы. Прежде чем я попрошу секретаря комитета открыть список желающих высказать выступление, хочу вас поблагодарить за представленные вами документы. В принципе, большинство, даже, пожалуй, все эти документы у нас есть в наших файлах, в папках, результаты УПО и так далее. Причина того, что мы задаем некоторые вопросы, заключается в том, что, конечно, ратифицировать можно любой инструмент, но по факту вы, например, отвергали некоторые рекомендации, например, в отношении принудительной стерилизации женщин, в отношении равных условий труда страны Парагвая, обеспечить, чтобы лиригиозные меньшинства, включая христиан, не подвергались дискриминации, и прекратить с любой практикой пыток Португалии, начать независимое расследование заявлений и пыток в отношении политически мотивированных судебных разбирательств со стороны США, в общей политзаключенных и активистов в области прав человека, которых незаконно задержали, признать механизмы компенсации, предпринять меры по борьбе с дискриминацией и нетерпимостью в отношении определенных слоев населения и так далее, и так далее. То есть, был целый ряд разных рекомендаций, а роль комитета, принимая все это во внимание, это задавать вопросы и, соответственно, выслушать ваши ответы в условиях полной транспарентности и прозрачности. Вы приводили документы, касающиеся Совета Европейского Союза в отношении событий в Индижане. Учитывая выводы, Совет просит Узбекистан выпустить свободу всех заключенных Узбекистанской совести и политзаключенных для обеспечения надлежащих операций организации в стране, включая Human Rights Watch, обеспечивать сотрудничество и так далее. То есть, когда придет нужное время, я могу зачитать целый набор заявлений ЮНИСЕФ в отношении детей. Ну и то, что вы мне дали от ЮНИСЕФ, там то же самое. Мы, в общем, здесь хотели бы задавать вопросы, которые позволяют вам дать надлежащие ответы. Вы, наверное, не очень правильно поняли ситуацию. Мы пытаемся не противоречить вам. Мы, наоборот, задаем вопросы для того, чтобы вы дали надлежащие ответы, может быть, исправили какие-то недоразумения. А документы, которые вы мне дали, еще раз видишься о том, что мы задавали непроизвольные, непривольные вопросы. Чтобы нам не нужно было тратить лишние бумаги, множить лишние документы. Конечно, все это у нас есть, и мы это имеем в виду. Вы упоминали целый ряд имен членов комитета. Это же международные эксперты, которые выбрали странами. Они вполне компетентны. И госпожа Гайер, и господин Тугуши, и господин Гей, и другие. И потом, после обсуждения, все решения принимаются комитетом в целом. Мы не выступаем в противовес государству Узбекистана. Мы вовсе не против вас настроены. Поэтому мы задаем вопросы, чтобы дать вам возможность на них ответить. Может быть, в стране были какие-то события, о которых мы не совсем хорошо знаем. Я знаю, что Чили были председателями в МОД неоднократно. Я знаю о позитивных изменениях в Узбекистане. Но я обладаю кое-какой информацией. Я знаю, что от 500 тысяч до миллиона детей продолжают мобилизоваться. Но я знаю об этом, мне об этом нет необходимости говорить. Я призываю всех коллег сосредоточить внимание на самых важных вопросах. Давайте продолжим наш диалог. Госпожа Гир и господин Тугуши хотят выставить. Госпожа Гир, сколько времени вам понадобится? Мы планировали 45 минут, как предусматривает правила, но правительство несколько превысили регламент, плюс еще 10 минут. Вы говорили, но мне нужно минут 25, не меньше. Спасибо, господин Тугуши. Вам сколько времени нужно? Давайте посмотрим, сколько останется времени, а там посмотрим. Госпожа Гайр выдвинула просьбу, а я должен принять решение. 20 минут. Значит, 25 плюс 20, 45. Это остается еще 10 минут другим членам комитета. Кто хочет еще высказаться? Поднимите руку. У нас нет такой категории «могу выступить, но могу и не выступать». Это как беременность. Либо она есть, либо ее нет. Итак, если мы каждому дадим 2 минуты, ну, это один, ну, максимум 2 вопроса, мои дорогие коллеги. Бельмирович еще. Значит, что у нас? Видите ли, ваше выступление спровоцировало большую потребность в продолжении диалога, говорит председатель. Значит, так, 16 минут, получается 45 и 16. Госпожа Гайр, могу дать вам 15 минут и господину Дугушу тоже 15 минут. Ну уж извините, попытайтесь коротко и по существу. Начинаем. Мы начали этот диалог как метод. Лучше разобраться, лучше истолковать и оценить соблюдение конвенции. И правило комитета и конвенции гласит, что цель представления докладов, которые государство предоставляет в комитет, заключается в рассказе о мерах, которые они предпринимают для того, чтобы обеспечить осуществление конвенции. А комитет уполномочен первым из договорных органов высказывать комментарии по докладам, такие, которые он считает уместными, конец статы. Цель, вы прекрасно знаете, господин Саидов, я знаю, вы в комитетах этих уже были, заключается в том, чтобы оценить меры, которые обеспечивают осуществление конвенции. Собственно, мы это и пытаемся делать. И, собственно, из-за этого мы и задаем вопросы. Мы, конечно, независимые эксперты, мы не члены правительств, но мы только что слышали перечисление документов, которые вы представляли раньше. Но я могу сказать, что все, что получил каждый из членов комитета, вот здесь. Вы говорите, что мы не проконсультировались с ООНовскими механизмами, но наши вопросы мы базируем на информации, которая поступает в наше внимание от международных, региональных, национальных организаций, НПО, отдельных лиц, СМИ, средств массовой информации, заинтересованных правительств и других источников. Здесь у меня доклад спецдокладчика по положению правозащитника, который пишет об Узбекистане. Спецдокладчица обширно обсуждает, что такое правозащитники, так что можно это еще раз посмотреть. Есть доклад рабочей группы по исчезновениям, доклад господина Новака с несколькими делами, еще несколько дел господина Новик, господин Мендес, еще несколько дел, еще плюс несколько дел, рабочая группа по произвольным задержаниям, много дел, о некоторых я вчера из них говорил. Заключительное замечание комитета по ликвидации рас и дискриминации, комитет по правам ребенка, два протокола, комитет по правам человека, еще доклад Верховного комиссара по правам человека, который наверняка вы тоже знаете. Вы сказали, что нужно больше внимания уделять международным источникам, так вот у меня здесь есть резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, номер 60, дробь 174, 16 декабря 2005 года, где исключительно речь идет об Узбекистане, таких немного принимается вообще в принципе резолюции. И эта резолюция, которая, я уверен, вы хорошо знаете, содержит и позитивные аспекты, и негативные аспекты. Как сказал господин Гроссман, мы здесь должны оценивать, какие меры предпринимаются для осуществления. Конвенция Генеральной Ассамблеи выразила серьезную обеспокоенность в отношении продолжения серьезных решений прав человека в Узбекистане, и затем они перечисляют и давление, оказываемое на граждан, которые имеют статус бежен, чтобы не работали с ОКПЧ, произвольное задержание, аресты, представление возможностей работы независимого СМИ, журналистам отказ позволить регистрацию оппозиционных политических партий, и т.д. и т.п. Но это был политический документ, и это документ того самого международного сообщества. Мы же ведь, в принципе, не работаем с политическими документами как таковыми, мы работаем с фактами. Если невозможно привести, вернее, факты, невозможно привести, свидетельствовать с того, как действует закон. Вы подвергали сомнению заявление о сокращении сектора НПО. Если вы проверите резюме нашего прошлого обзора, были рекомендации от Freedom House до Красного Креста, УКПЧ и прочих. Зал сам по себе, свидетельства. В прошлый раз от Узбекистана НПО было много, сейчас их нет. Международное НПО, как вахта по правам человека, тоже уже не присутствует в стране. То есть, может, у вас есть тысячи НПО в стране, это прекрасно, но независимые правозащитные НПО, к которым относятся с доверием в секторе НПО, они молчат. И это мы видели с 2005 года, в 2007 году мы это видели. Хотелось бы, чтобы было по-другому. Но кажется, что это не так. Что касается часто встречающихся паток, вас обвинили в систематических пытках, такую формулировку мы в докладе, кажется, не использовали. Мы говорили в пятом вопросе. Мы задавали вопрос о шагах, я цитирую, которые государство, участник, предприняло для решения вопроса о многочисленных и последовательных докладах о том, что лица, задержанные в Узбекистане, не подвергаясь жестокому обращению и пыткам. В ответе, я еще вчера говорил, следует отметить, что обвинения в отношении правоохранительных органов Узбекистана не обоснованы, как вы говорите, конец цитата. Я задала вопрос о 45 делах с осуждением виновных. Я благодарна за источник информации о приговорах. Мы также задавали вопрос о том, сколько было выпущено по амнистии, сколько человек получили амнистию, хотелось бы знать тоже. То есть, есть такие дела. Что касается компетенции Европейского суда, конечно, вы не член Европейского суда, мы об этом хорошо знаем, но когда Европейский суд делает заявление по меньшей мере семи делам, когда высылка в Узбекистан лица является невозможной из-за возможности применения к этому лицу пыток, это серьезный вопрос. Они говорят о том, что против задержанных применяются пытки систематически, они поощряются правоохранительными органами и силами безопасности. Комитет по правам человека то же самое. По правам ребенка, прошу прощения, тоже об этом говорил, о котором вы упоминали раньше, господин Саидов. Поэтому хотелось бы, чтобы вы посмотрели документы Европейского суда, они тоже рассматривали Узбекистан, наверное, они тоже вас просили прислать материалы по некоторым отдельным лицам и делам. Далее. По, собственно, сути систематического применения пыток, с попытками в 20-й статье обеспечить международно признанный механизм оценки заявлений и жалоб на систематические пытки. Мы это делали 8, 9, 10, наверное, раз в нашей работе. Систематические пытки имеют определение комитета. Спецзакладчик по пыткам пользовался нашим определением, как и целый ряд других достойных доверий учреждений. Обычные широко распространенные преднамеренные акты по крайней мере на части территории страны, я даже не знаю, зачем нам обсуждать, являются систематическими пытками или нет. Я даже не спрашивал, являются ли они систематическими в Узбекистане. Я говорил, что они применяются часто, я говорил, что другие часто об этом говорите, и я говорил, что объявлять, что это необоснованно, более чем неуместно, с вашей стороны. Вопрос хабиоскорпус, так называемый хабиоскорпус. Вопросах 7 и 8. Мы спрашивали о мерах, которые государство предприменяет для обеспечения хабиоскорпуса, чтобы судьи видели заметные следы жестокого обращения с осужденными. Есть ли какие-то конкретные примеры дела, есть ли дела, где были осуждены виновные в злоупотреблениях. Я не видела и не слышала никаких примеров. У судей нет никаких полномочий в проведении предварительного расследования. Есть целый ряд дел, которые я зачитывал вчера в своих вопросах в качестве примеров. Заявления, которые к нам поступали в отношении многочисленных случаев, в которых заявляли о применении пыток и также о случаях, где отдельные лица заявляли, что применение пыток не подвергалось расследованию. И все время говорили, что никаких расследований не было. Я надеюсь, что сегодня мы получим ответы на эти вопросы, потому что вчера я их не услышал Джарабаев, Маталиев, Наумов, Саидов или кто-то из других из этого списка. Я готова даже вам список этот передать, если вы хотите со своими пометками этот список сравнить. Но, повторяю, ответов я не услышал. Мы слышали, что есть три метода отказа в хабиоскорпус. Административное задержание используется вместо обычного ареста. То есть, тогда не нужно 15 дней, можно за это время построить дело, можно получить свидетельские показания и доказательства, надлежащим или ненадлежащим образом. А часто говорят, ненадлежащим это образом делается. То есть, сразу хабиоскорпус нельзя здесь привлечь. Второе. Нам говорили, что вводят заблуждение адвокатов. Адвокатов вводят заблуждение в отношении времени и места рассмотрения дела. То есть, фактически у человека не бывает адвоката. Ну и просто закрывают судебное заседание в определенный момент. Я некоторые из этих дел читал вчера. Но, в принципе, у меня даже есть дополнительные примеры. Вы довольно долго говорили о деле Саидова. И, вне всякого сомнения... Ну, я вот сейчас записки свои найду по этому поводу и вернусь к этому. Вот дела, например, с принудительным признанием. То есть, люди говорят в суде, что с ними жестоко обращаются в досудебном задержании. Но Аркин Мусаев, Бактербек и Шкузиев, Ибрагимов, Кабилов, Афоев их дело рассматривал вместе. Они говорили, что они... Говорили суде, что с ними жестоко обращались. Фаруддинов, один из тоже таких случаев, когда так называемый хабиоскорпус, тоже вызывает сомнения. Дело Гайрата Мехобоева, журналиста, которого, как он заявляет, избивали и пытали перед судом. Он сказал об этом суде, был международный представитель на этом судебном разбирательстве. И, насколько мы поняли, никакого расследования не было проведено, ничего не было сделано для того, чтобы выяснить, насколько достойны доверия его заявления. Но и у нас есть информация о людях, также которых по заявлениям наказывали за то, что они применяли пытки или избиения. Есть целый ряд людей, Усман Усманов, банкиры или неизвестные люди, как Сафариан Рахимов и Юлдаша Расулов, правозащитники, которые тоже заявляли, что подвергались пыткам. Лидер оппозиционной партии Мурат Жураев, еще одно дело, где были заявления о применении пыток. Но Сим Исааков сказал, что не было судебного расследования, когда он объявил, что его пытали. Это серьезные заявки, они задокументированы, и нам хотелось бы услышать ответы на эту тему по каждому из этих дел. Повторяю, могу передать вам список, секретариат вам его отдаст, и, надеюсь, мы получим ответы. Что касается статистики, которую вы нам представили, что касается вопроса стерилизации, у BBC был документальный фильм в апреле 2012 года, это было показано по телевидению, они представили дела из района Ташкента, люди, которые покинули страну, Казахстан, другие города в стране, где проводились принудительные стерилизации. Это документальный фильм BBC, и стоит его посмотреть. И все это проводилось на регулярной основе, и это довольно-таки большой объем информации, надежный источник. Я могу пройти и дальше по списку ваших вопросов. Я уверен, что и господин Тагуши затронет эти вопросы. И вчера господин Гай поднимал вопрос в отношении независимости судебных органов. На каком-то этапе нужно задаться вопросом, а что не так с этой системой? Вы хорошо реформировали систему законодательства и в том, что касается применения пыток, но в определении включена третья сторона. В СК это сделано, и в 50 других странах это сделано, если этого не было в определении. Конечно, есть утверждение, что заключенные избивают других заключенных по приказу тюремщиков. Тогда что же не срабатывает в самой системе? Почему не проводится расследование всех этих случаев? Читая обвинения, утверждения, жалобы, будь то в ООН или от общественности, складывается впечатление, что что-то не в порядке с судебной системой. В 2013 году узбекское НПО сообщило, что именно президент Вашей республики, он стоит выше судебной системы, он назначает судей, определяет вознаграждения, президент предлагает кандидатов для замещения мест в Верховном суде, президент прямо назначает судей в региональные, городские суды Ташкента, и в общем-то вся система работает таким образом. Можно задаться вопросом, что же не в порядке здесь с системой. Мы считаем, что и увольнения случаются таким образом, что судьи могут просто быть уволены Верховной комиссией по рекомендации того же самого человека, президента. И, видимо, нет независимых представителей гражданского общества в комиссии, несмотря на то, что согласно закону они должны быть в составе этой комиссии. Если не проводится расследование и человек не несет наказания, что-то не в порядке с системой, потому что хаббискорпус не работает. Когда вы добавляете к этому и вопросы сертификации юристов, Рустан Леганов, вы видите, что ведущие защитники, адвокаты не могут просто представлять своих клиентов, и это создает опасную ситуацию. я задавал вопрос в отношении жертв и событий 2005 года, когда много людей погибли в результате этих событий, я спрашивал и членов семьи, что было сделано, и ничего не было сделано. и вы видите, что действительно это важный элемент. Вы критикуете тот факт, что мы используем только три из пяти ссылок или форм представления жалоб. Но я не думаю, что здесь в ответах обсуждался хотя бы один такой случай. и я обещал, я закончу вовремя свое выступление. Другие случаи Хаби скорбус этой мальчик с мобильным телефоном. Что касается Саидова, его защитник, адвокат, он был арестован в феврале 2009 года по обвинению в подделке документов, было слушание, но не было определено, были ли мотивы, причины для его ареста. Таким образом, озабоченности в отношении Саидова. Мы не получили ответа на эти озабоченности. Почему адвокат не был проинформирован об этом деле? Это подрывает доверие. Мы видим, что практически не проводится расследование вовремя. поскольку времени мало, я на этом остановлюсь, но я хотел бы получить ответы на свои вопросы и хотел бы получить разъяснение. Действительно, как решать эту очень сложную проблему? Независимости судебных органов и иметь систему, которая срабатывает, как я сказал, вы усовершенствовали свои законы. Мы ждем свидетельства, подтверждения этого на практике, потому что мы получаем так много утверждений, обвинений в этом отношении. Благодарю вас. господин Тогуши, вам слово. Благодарю вас, господин председатель. Я сразу же перейду к вопросам существа. Во-первых, хочу задать несколько важных вопросов. Может быть, у кого-то есть сомнения, что мы тщательно не изучили все документы, которые были представлены комитету. Я должен сказать, что это не так, потому что мы пытались проанализировать каждый отдельный пункт ответов и все дополнительные документы, которые были представлены в комитет. Как говорилось, да, действительно, мы проверили и другие материалы, поступившие в комитет, включая и государственные источники, некоторые альтернативные сообщения, другую информацию, которая была представлена в письменном виде и из электронных средств. обращаясь к конкретным случаям, которые были упомянуты членами делегации и в отношении допуска к адвокату и госпожа Г. затронул вопрос о Саидове. Я хочу сказать, какая информация у нас имеется в отношении доступа к юристу и адвокату со стороны этого человека. Согласно рассмотрению всех материалов, мы видим, что там было много процедурных нарушений и у него не было справедливого рассмотрения в суде. И обвинения против Саидова потом были сняты как лживые и фальшивые и суд проводился без присутствия его адвоката. Например, слушания были в городском суде 25 февраля в отношении определения, если достаточно оснований для ареста Саидова. Однако, в нарушении узбекского закона адвокат Саидова не был и проинформировал об этом слушании и не участвовал в этом рассмотрении. Он подал жалобу, но она не была принята. Были представлены другие документы адвокатами, но они исчезли во время судебного расследования, судебного рассмотрения. Были другие случаи, когда адвокаты обсуждали содержание в тюрьме, и они были лишены также письменных документов, они были отобраны тюремными властями. Потом было сказано, что он не прошел тест, который предусмотрен в соответствии с новым законодательством, принятый в 2009 году в отношении юристов и их работы в Узбекистане. Что касается этого конкретного закона, у нас мало времени для того, чтобы рассматривать эти вопросы, но статья 12 нового закона по юристам, это создание палаты юристов, организаций, гражданских юристов, которые должны и имеют право осуществлять свою деятельность. Мы не против создания ассоциаций юристов, которые объединяют всех юристов, но здесь дело в том, что Министерство юстиции назначает главу Национальных бюро ассоциаций юристов, и каждый год каждый юрист должен сдавать экзамены для того, чтобы получить новую лицензию для практики. Теперь я перейду к очень важному вопросу, который также затрагивался главой делегации, это касается мониторинга места лишения свободы. Это суверенное право Узбекистана не ратифицировать договоры, никто здесь не оспаривает это, конечно было бы желательно, чтобы Узбекистан приселился к максимальному количеству договоров, особенно в том, что касается прав человека, но когда речь идет о выполнении положения договоров, здесь правительство, конечно, если оно не участник конвенции, не обязано выполнять эти положения, но доклад представленный правительству фактически никогда и не доказывает, что любой тип механизма по мониторингу действует, омбудсмант, у него есть права, он может 4-5 раз в год посещать места заключения, как я говорил, послы, некоторые другие представители посольства посещали тюрьмы, во многих случаях они посещали иностранных заключенных, иностранцев, как сказано в вашем ответе, и, как было сказано в комитете, в большинстве случаев представлялись уведомления об этих посещениях тюремным властям, и очень часто не предоставлялась возможность посетить все места в тюремных заключениях, и я повторяю, мы не видели ни одного сообщения в ответе правительства, где говорилось бы о результатах этого мониторинга, контроля со стороны омбудсмена или неправительственной организации, которых вы сказали, что они регулярно получают доступ к тюрьмам, и омбудсмен координирует их работу. Конечно, я хотел бы поверить, что информация, которая представлена, верная, но мы не видим свидетельств, подтверждений за или против, пожалуйста, представьте, член комитета информации, мы ее учтем. Другой вопрос, который является очень важным, это реакция делегаций на наш вопрос, когда речь идет о конкретных делах, пытках, жестоком обращении, о чем говорят жертвы. Я могу упомянуть некоторые обвинения, это 2013 года, это Захидумы Талиф, 5 сентября 2013 года, пытки Саддубек Нахметов, и еще один случай от марта 2013 года, Григорий Григорьев, и пытки религиозного детя Абдулаева. Это относительно новые случаи, а также есть случаи на 2012 года, Гульнара Ильдашева. Я задавал вопрос, проводилось ли расследование в отношении этих обвинений, утверждений, и получены какие-то результаты по этим расследованиям. Еще один вопрос, который также является важным. Я задавал вопрос в отношении тех дел, которые были начаты эмбудсменом, и затем были объявлены прокурором, как случай под личным контролем прокурора. Управление прокурора, были некоторые случаи и в предыдущий год, 12 случаев, в 2013 году. Я спросил, а есть какие-то результаты рассмотрения этих жалоб, которые поступали от омбудсмена, а затем передавались в прокурору. Я не получил ответа по этому вопросу. Другой вопрос вчера касался 28 узбеков, которые были высланы из Казахстана в Узбекистан, и отдельные заявления в комитете, сделанные в предыдущий год. Я сказал, что несколько человек, их родственники подвергались унижениям и жестокому обращению и были помещены в одиночное заключение. Я не получил какого-либо ответа по этому вопросу. Еще один вопрос, который является очень важным для нас, это вопросы, связанные с соблюдением вашего внутреннего законодательства. его соответствие с международными договорами, которые были выработаны. Мы можем здесь много спорить о международных стандартах, я не буду идти в этом направлении, но общее замечание номер три, которое было принято комитетом недавно, информацию, которую вы представили в отношении возможностей получения удовлетворения на обвинения, это доказывает, что ваша местная система законодательства не соответствует требованиям, которые изложены в заключении номер три. Может быть ответ комитету содержит какие-то пробелы, и там не представлена эта информация в отношении работы вашей системы, но то, что написано здесь в отношении возможности создать гражданское дело в отношении денег, это, видимо, касается и жертв пыток, или их психореабилитации, и другие гарантии, которые записаны в общем замечании три комитета, поэтому я хотел бы получить ваши замечания по этому вопросу. Были многие другие вопросы, которые задавались в отношении тяжелых условий содержания в тюрьме. Я приветствую то, что количество заключенных в Узбекистане сокращается, может быть, меня неправильно понял, уважаемый глава делегации, но я думаю, действительно, нужно похвалить за то, что сокращается количество заключенных, но само по себе сокращение не означает, что те, которые остаются, с ними обращаются гуманно. Я хочу повторить вновь, большинство ответов на вопросы, заданные в комитете, касаются правовых изменений и реформ, которые осуществляются в Узбекистане. Мы должны быть признательны, что действительно за такое короткое время были предприняты такие шаги, есть факты о том, что добивается, есть прогресс в отношении приведения вашего местного законодательства в соответствии с международными стандартами, но когда речь идет о пытках и жестоком обращении, это уже не нормативное положение, это вопросы, связанные с унижением, жестоким обращением, и это означает, что местное законодательство не соблюдается, безнаказанность торжествует, и это как раз приводит ко многим обвинениям в отношении пыток, жестокого обращения, которые были упомянуты сегодня, список неисчерпывающий, много есть других случаев, у меня мало времени, я не смогу представить широкий список подробностей в отношении места, утверждений, в обвинении, и Узбекистан не первая, не последняя государство, которая осматривается комитетом, мы на каждом пленарном, мы заслушаем больше 10 стран, и эти обвинения обычно не являются, всплывают не из ничего, комитет рассматривает все обвинения, информацию, которую мы получаем из многочисленных источников, доказывает, согласны вы или нет, что жестокое обращение является систематическим, мы можем спорить, что такое систематическое, не систематическое, но скажем так, что это происходит часто со стороны полиции, тюремных властей, службы безопасности, принудительные выбивания, признания, конечно, важно законодательство, не признание пыток, но главное, чтобы законодательство выполнялось, соответствует это международным нормам, нет, это другой вопрос, но как происходит наказание виновных в пытках, и комитет не может терпеть то, что амнистируют те, кто совершает эти пытки, это не связано с моралью или жалостью, и комитет твердо считает, что те, кто совершает пытки, это самое серьезное преступление, с этим нельзя смириться, амнистия, это как раз способствует безнаказанности, говорит полицейским, если они могут совершать пытку, то они могут легко выйти на свободу в результате амнистии или других механизмов, на этом я завершу свое выступление, оставлю время для выступления другим коллегам, у них много вопросов, конечно, в следующем году,